Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем-всем здравствуйте! А тут вот только что у меня сидел дятел. Он постоянно на эту веточку прилетает. Не знаю, успели его увидеть, не успели. Надо мной чайки пролетели. Далеко они залетели. Ну, хотя у нас тут прямо вниз спустишься 10 минут, 15 минут и Днепр. Ну, а погодка у нас вчера была до минус 1, до минус 2 морозная. А вон люди, по-моему, увидели дятла. Здесь стайка даже их. А может быть семейство, а может семейка, кто знает. Ну, в общем, погода была морозная, до минус 1, минус 2 дошло. Так, а во дворе? Во дворе собрались какие-то мальчишки. Сейчас будем смотреть. А вот он прилетел. Смотрите, смотрите, смотрите. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, видно вам его? Вот я о нем говорила. Вот он красавец. Все время, все время здесь что-то ищет. Вот эту веточку. Ему так она нравится. Вообще орешник им нравится. У меня здесь вокруг орехи. И вот орешник нравится. Итак, о чем я хотела поговорить? Я хотела, как всегда, ответить на один вопрос. По поводу молодости. Там спрашивают, как вам удается сохранить себя? Да очень просто удается. И в радости, и в хорошем настроении. Вот не обязательно внешний вид. Внешний вид – это уже второстепенно. Стараться, конечно, нужно. Не бывает некрасивых людей. Абсолютно не бывает некрасивых людей. Бывают ленивые люди. Это две большие разницы. Я часто прислушиваюсь к всяким разным правилам. Читаю всякие интересные, интересные статьи. И не только статьи. Книги. И когда-то мне попалась одна мудрая книжка, откуда я выписала 10 правил китайских мудрецов. У меня цитатники и, я же говорю, целые работы. Такие работы, чтобы пришлось начать писать книгу. И не одну. Так вот. И что же я выписала в этой книге по поводу этих 10 правил китайских мудрецов? Ну, первое правило – никогда не пить спиртного. То есть, китайские мудрецы, они не пьют спиртного. Вот тогда будешь здоров, тогда будешь красив. Ну вот, в общем, алкоголь они не употребляют. Ну, я тут немножечко сделала коррекцию. И хочу вам сказать, что немножко натурального, хорошего вина, домашнего, можно. Но если это вино делали вы. Если это делаете не вы, то тогда нет. И только, конечно же, по какому-то празднику, например. Это должно быть в удовольствии и совсем немножко. Дальше. Так что я здесь скорректировала. Есть только растительную пищу, утверждают китайские мудрецы. Я вам хочу сказать, что здесь я с ними поспорила. И добавляю не только растительную пищу, но исключить полностью из своего рациона мясо свинины. Самое грязное, самое опасное мясо. От этого мяса огромное количество болезней. Дальше. Третье. Проходить сто шагов после каждой еды. Я говорю всегда, то, что после еды проходить и шевелиться надо, это понятно. Но моё правило – четыре тысячи шагов. То есть где-то четыре километра надо проходить каждый день. А лучше пробегать, не меньше. Дальше они говорят, всё время ходить пешком. Ну, я вот свои четыре километра как бы добавлю, что это то же самое они подтвердили. Дальше китайские мудрецы говорят, стирать бельё и делать все домашние дела собственными руками, не нанимая рабов. То есть раньше нанимали людей, чтобы им стирали. Китайским мудрецам. А мы сейчас пользуемся стиральными машинками, посудомоечными машинками. В общем, у нас и там, и здесь, и везде. И, конечно же, вот этот образ жизни малоподвижный. Он приводит к болезням, он приводит к заболеваниям, к застоям. В том числе кровь застаивается, лимфа застаивается. От этого давления, от этого лишний вес, всё от этого. Поэтому здесь я с ними абсолютно согласна, что можно я стираю руками. Во-первых, таким образом мы экономим. А во-вторых, таким образом мы двигаемся. А мой, видите, дятел делает своё дело. Делает своё дело. Итак, дальше что же говорят китайские мудрецы? Они говорят каждый день выполнять комплекс физических упражнений. У меня всё это идёт к тому же самому. Четыре километра, друзья мои. Дальше. Держать окна открытыми, давая войти в дом свежему воздуху. Каждый день обязательно. Но, наверное, у китайских мудрецов, которые это писали, не было мороза. Я понимаю, что у кого мороз, тот может просто приоткрыть на некоторое время и закрыть. Ну, а когда плюсовая температура всегда, форточка должна быть всегда открыта, если это холодная погода, и окна нараспашку, если это тёплая погода. Принимать солнечные ванны, говорят китайские мудрецы. И я здесь полностью согласна. Это витамин D. Я вам показывала недавно, как в Швейцарии, по-моему, в одном из последних видео, как в Швейцарии создают специальные такие комнаты и такая солнечная терапия. Нет, нет, это не загорать, это не искусственные УВ-лучи, нет. Это солнечная терапия. Люди сидят и получают солнце и свет. Тот свет с витамином D3. Вот, я не знаю, как это назвать. Это не электрофорез, но вот что-то между солнечными ваннами и электрофорезом. Каким-то образом они получают витамин D. Вы можете посмотреть. Я как-то показывала недавно в одних из последних видео. Дальше. Рано вставать и рано ложиться. Вот что говорят мудрецы. И правильно, это нужно. Правда, не всегда это получается, но рано вставать и рано ложиться. С заходом солнца обычно ложатся и с восходом солнца встают. Сохранять радостное настроение на протяжении всей жизни. Достаточно сохранять радостное настроение в течение всего дня, добавляю я. Один день радостное настроение. Это значит и есть вся жизнь. Потому что вся наша жизнь состоит из всего лишь одного дня. Потерпите один день. Улыбайтесь каждому. Держите себя в руках. Всего лишь один день. Но этот день же каждый. Значит, это делать нужно каждый день. Вот и всё. Вот и всё. И всё у вас получится. И получится вся жизнь. Вся жизнь у вас будет радостная. Просто помните, что каждый день нужно держать себя в руках. Нужно улыбаться. Нужно радоваться. И обмениваться благословениями, ободрениями. Вот всем добром, что у вас есть. Надо обмениваться. Иначе у вас не будет пребывать ни любви, ни добра. У вас иначе будет застойное болото. Как знаете, люди хранят вещи, собирают вещи, складируют. И у них получается дома полно-полно хлама. Такой захламлённый дом. Особенно к некоторым приходишь в гости, у них на подоконнике места нет. Просто места нет. Такое впечатление, что дышать нечем. Каждый угол захламлён. Так и хочется взять всё и выбросить. Вот какое же радостное там настроение. Нет. Вот этот весь хлам нужно выкидывать, выкидывать. И тогда вы себя будете радовать. Раз, купили какой-то новый горшочек для цветочка. Старый-то вы выкинули. Весь хлам старой свой вещей выкинули. И тогда получается, что вы идёте, вам захотелось. Оп, и купили новую вещицу. И тогда можно это делать. Когда старое выброшено. А иначе ваше новое смотреться во вашем старом не будет. Будет такой момент, что вы просто своё новое в своём старом хламе и не найдёте. Такое случается. Какая от этого радость. Поэтому, чтобы сохранять радостное настроение на протяжении вот всей жизни, то есть всего одного дня, нужно и сохранять любовь, благословлять людей, нужно ободрять, нужно избавиться от хлама, нужно дарить, нужно делиться, нужно забыть о проклятиях навсегда. Проклятие – это не так, что там подходите и говорите, там, я тебя проклинаю. Нет, нет, нет. Проклятие – это когда вы произносите плохие слова в адрес людей. Особенно мат. Мат – это то, за что нужно каяться. То, за что нужно постоянно каяться, кто злоречит. Это злоречие – это, конечно, в Библии мерзость для Бога. Ну и, пожалуй, добавить мне больше нечего. Осталось только жить по этим правилам, чего я всем желаю. А я люблю вас. Наш, по-моему, дядя Луи улетел. Да, на другое дерево улетел. Куда-то он полетел. Где-то ему захотелось побыть. Я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok